Они считают своим долгом находить погибших на полях сражений Великой Отечественной. Для этого волгоградские поисковики готовы сутками работать на местах боев. В канун 9 мая на главной высоте России состоялось открытие вахты памяти 2022. В Волгоградскую область съехались поисковики из разных регионов страны. Подробности у Егора Китаева. Молча, отдавая дань памяти погибшим на Сталинградской земле, к мемориальному кладбищу идут поисковики со всей страны. Иркутск, Саратов, Екатеринбург, Астрахань, Оренбург, Тамбов. Сотни людей, благодаря которым только в этом году была проделана огромная работа по поиску погибших красноармейцев. По плану регионального отделения прошло 18 мероприятий различного формата, как полноценные экспедиции, маленькие экспедиции, просто выезды. И было обнаружено 606 защитников Сталинграда, более 30 предметов, медальонов, партбилеты, красноармейские книжки, подписанные вещи, по которым можно установить имена. 8 из них мы уже знаем сейчас. На открытии вахты памяти 2022 лидеры поискового движения региона получают награды Министерства обороны. Светлана Князева занимается поисковой работой уже 23 года. Я не веду счет. Я в каждом бойце вкладываю свою частичку. Есть небольшая моя частичка моего вклада в это великое дело. Я считаю, что я обязана этим заниматься, пока не будет поднят последний боец. Поисковому движению Волгоградской области в этом году 30 лет. Сейчас оно объединяет несколько тысяч человек. Отряды сегодня получают всю необходимую помощь и поддержку со стороны государства. Такая работа, говорят активисты движения, это эффективный способ научить молодежь помнить и чтить историю своей страны. Одно дело, когда наши молодые люди читают об этом со страниц учебников или книг, написанных мемуаров, или ходят по нашему мемориальному кладбищу, видят эти стелы. Другое дело, когда они видят эту историю в полях. И когда они своими руками, каждый из них делает все, чтобы эта великая война закончилась. С 1992 года на территории Волгоградского региона благодаря поисковикам найдено и перезахоронено уже более 37 тысяч человек. В том числе имена 1113 защитников удалось установить. Егор Китаев, Андрей Гурьянов. Вести. Волгоград. Продолжение следует... Продолжение следует...